Вось с такого обставления в середине 60-х починалось Светлогорское химмолокно. Минавито на таких станках выраблялась корная тканина для колу практически у всех автомобилей Советского Союза. Можно сказать, что дякуюсь Светлогорской продукции, рух у Великой Держави не споняющий ни на хвилину. Сегодня ту тканину можно увидеть только в музее. За минулый час предприятие не только поширило свои границы, а и освоило десятки новых видов продукции, за которые вырабляются конкурентно-стольные речи, начиная от специальных костюмов для спортсменов, пожарных и военных, до лечебных боксов, где человек может позбавиться от незапашенного электромагнитного выпроменивания и обновить свое биополе. География экспорта акционерного товариства Светлогорское химмолокно, коля 40 краин света, у которых Украина займает далеко неопошнее место, у администрации предприемства, я ее называют стратегичным партнером. Основным продуктом для поставок на украинский рынок являются ни тканые материалы, ни типа рефирные. Кроме этого, мы сейчас рассматриваем увеличение объема поставок высокомаржинальной и продукции со специальными свойствами. Это арселоновая продукция и продукция с использованием углеродных материалов. Сейчас у нас есть проекты, в том числе с участием нашей товаропроводящей сети в Украине, по поставкам одежды для пожарных и спасателей, для экипировки отрядов украинских пожарников. Первый форум регионов Белоруссии и Украины, пройдя у Гомеля 25-26-го кастричника, сегодня подрактовка до этой подеи проходит на взрывне практически всех министерств и ведомств, где заразу докладняется парадок дня посяжения у совместных комиссий. А просят такого у Гомеля запланованы со встречи президентов двух краин, жанностайные выставы и перемога керевников регионов. Заявлен 21 регион с украинской стороны, официальных делегаций, в составе официальных делегаций председатели облгосадминистрации Украины, 15 председателей уже подтвердило свое участие, также в составе делегаций и крупные бизнесмены, представители крупного бизнеса с украинской стороны. Всего у нас порядка 480 участников заявлено. Олег Синчаров, Евгений Макинко, телерадо и компания «Гумель».